Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Натальи Григорьева. Вначале коротко о главных темах последних семи дней. Мусорные войны, когда закроют Торбеевский полигон. Медалями за особые успехи в учении наградили лучших выпускников школ, гимназий и лицеев Люберецкого округа. Новые обитатели Томилинского лесопарка. Как и почему там появился памятник Белки и Стрелки? Рейд с душком. Гусадомтехнадзор продолжает проверять свалки городского округа Люберце. На пенсию без пенсии. Как и почему пожилым россиянам отказывают в выплатах? Через познание культур народа в культуре межнационального общения. Тематический круглый стол прошел в Коломне. Владимир Ружицкий провел традиционную встречу с жителями округа. Она прошла в Люберецкой гимназии номер 20. Основными темами обсуждения стал ремонт подъездов многоквартирных домов и проблема Торбеевского полигона. Также подняли вопросы ЖКХ, ремонта дорог, благоустройства и многие другие. Традиционно в начале встречи Владимир Ружицкий выступил с приветственным словом. Глава округа рассказал о реализации губернаторской программы «Мой подъезд». По его словам, из почти 1300 подъездов, включенных в план, на сегодняшний день уже отремонтированы 511. Завершить работы планируется не позднее, чем в конце сентября. Стараемся убеждать управляющих компаний, это у нас и происходит, чтобы управляющие компании с жителями даже выбирали цвет стен. Что под собой подразумевается ремонт подъезда? Это замена светильников, ремонт оконных блоков, ремонт потолков стен, монтаж проводов, ремонт входной группы, замена почтовых ящиков. Затем жители города приступили к диалогу. Одной из острых тем стала дальнейшая деятельность полигона Торбеева в связи с закрытием свалки в Балашихе. Также людей беспокоило сообщение о якобы строящемся в Люберцах мусоросжигательном заводе. Владимир Ужицкий заверил, что таких планов на самом деле нет. А касаемо полигона Торбеева, в 2020 году предприятие прекратит свою деятельность. Ни одного транспортного средства с Кучинской свалки не перераспределено к нам сюда. Даже те машины, которые приходят без копии договоров, уже установленных с Торбеева, возвращаются обратно. Кроме Торбеева, Люберчан беспокоят заводы и предприятия, функционирующие в жилых кварталах. Жители улицы Южная выразили благодарность за закрытие вредного производства «Бетонинвест». Но в то же время проблемы на этом не исчерпаны. Теперь у нас металлобаза. Металлобаза не соблюдает абсолютно ничего. В выходные работают, с часа до трёх работают. С восьми утра работают в воскресенье, в праздники. Многодетные семьи интересовались сроками проведения межевания земель в Раменском районе, которые были им предоставлены под строительство. Представители администрации ответили, что 30 июня состоится аукцион по определению подрядчика, который проведёт эти работы. До 1 августа он будет размешован полностью, будут стоять колышки и организован заезд со стороны Новорязанского шоссе. Молодых мам интересовали вопросы, связанные с очередью в детские сады. По словам Виктории Бунтина, и малыши, достигшие трёхлетнего возраста, полностью обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Всем детям будут выданы путёвки. Затем мы будем говорить уже о путёвках для детей, которые не достигли трёхлетнего возраста. Дорожно-транспортная ситуация в округе стала ещё одной темой обсуждения. Жители жалуются на бесконечные пробки. Порой они отнимают слишком много времени. На встрече с главой они озвучили свои предложения по решению этой проблемы. В Люберцах много широких перекрёстков, где люди поворачивают из трёх-четырёх рядов. Ну, вы сами знаете про эти места. И вот если рассмотреть возможность ведения там кругового движения, то дорожно-транспортная ситуация может улучшиться. Встреча с главой продлилась около двух часов. Вопросы и предложения, поступившие от жителей, занесли в протокол. В следующий раз руководство администрации встретится с люберчанами 26 июля в 10-й школе. Луиза Игязарян, Никита Скраган и Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Семинар совещания Мособлдумы прошёл в Люберецкой администрации. В мероприятие приняли участие депутаты Московской областной думы, главы и депутаты городских округов Люберц, Держинский, Жуковский, Котельники и Лыткарина. Подобные семинары совещания Мособлдумы проводят ежемесячно в тех или иных муниципальных образованиях Московской области с 2003 года. На этот раз депутаты встретились в Люберцах. Коллеги, я благодарен, что вы здесь собрались. Я вам пожелаю хорошего сегодня настроения, хорошей работы, поиска каких-то решений, потому что в этом, конечно, в итоге поможет всем нам решать целый ряд вопросов на территории. Вопросов накопилось достаточно. Говорили о законодательной основе деятельности Советов депутатов муниципальных образований, о некоторых вопросах формирования бюджета Московской области, в правовом регулировании в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и энергетики, а также о деятельности контрольно-счетных органов городских округов Люберцы, Дзержинский, Жуковский, Котельники и Лыткарина. Во-первых, мы должны информировать своих коллег, депутатов местных советов, о работе законодательного органа власти Московской областной думы. Во-вторых, получать от своих коллег, депутатов местных советов, те замечания и предложения, которые позволяют улучшать социально-экономическое положение муниципалитетов, решать те задачи, которые ставят перед нами избиратели. Всего на этот раз докладами выступили семь человек. Каждая речь была посвящена определенной проблеме. Игорь Каханный, например, рассказал о некоторых вопросах правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и энергетики. Было предложено, что министерство разработает такую нормативку, чтобы муниципалитеты, когда мы говорим, что делается благоустройство, был некий комплексный подход. То есть, если мы заходим с благоустройством, значит, мы говорим, что мы там же делаем ремонт подъездов. Или если мы делаем капитальный ремонт, значит, соответственно, мы обязательно делаем ремонт подъездов и по возможности делаем благоустройство в этом дворе. После выступления депутаты ответили на вопросы присутствующих. Завершил семинар Сергей Юдаков. Он отметил важность и необходимость проведения подобных мероприятий. Кроме того, он подчеркнул, что основа существующей власти – самоуправление во всем его многообразии. Мария Лапочева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Отходы закрытого полигона Кучино в Балашихе в Люберце не свозят. Об этом заявил глава Владимир Ружицкий на встрече с жителями. Однако и без того огромная свалка Торбеева доставляет массу неудобств жителям соседних с ней населенных пунктов. На минувшей неделе мусорный полигон посетила инициативная группа жителей, а также депутаты и представители администрации округа. Марина Мамедова плачет от бессилия. Девушка хочет только одного – дышать свежим, чистым воздухом. Но пока рядом с ее домом работает полигон Торбеева, о таких простых вещах приходится только мечтать. А теперь у местных жителей появился еще один повод для беспокойства. К нам забор 75 гектар поставили. Мы выходим из домов и мы видим этот зелененький забор, который уже надоел. После Нового года он туда приблизился. До Нового года там не было забора. Чтобы разобраться в непростой ситуации, на место выехала инициативная группа местных жителей, депутаты и представители администрации округа. Полигон Торбеева расположился рядом с деревней с одноименным названием. Имеет вот такой вот неприметный въезд. Но на самом деле попасть туда очень трудно. Не пускают никого, кроме специализированных машин. После долгих переговоров попасть внутрь нам все же удалось. Для инициативной группы здесь организовали встречу с руководством полигона. Наболевшие вопросы и претензии от местных жителей сыпались как семечки. Как вы вообще начали деятельность с нарушением заведомого? Вы же понимаете, что мы живем в правом государстве. Если вы начинаете деятельность по утилизации отходов, вы заведомо должны были эти заранее системы установить. Полигон Торбеева существует порядка 20 лет. Его общая площадь чуть больше 20 гектаров, но функционирует сейчас только 6,5. Остальная территория засыпана песком и не используется. Но даже эта небольшая действующая часть свалки доставляет жителям массу неудобств. Одно из них – птицы и грызуны, обитающие здесь и распространяющие заразу. А мы здесь, на этой территории, разводим эту инфекцию. Пора прекратить. Закрыть свалку. Для нормальной правового поля работы требуется время. Если сейчас резко все закрыть, мы в лесах еще большую кучу и сбору мусора. Не обошлось и без обсуждения кучинской свалки. По словам руководства Торбеева, этот вопрос решен безоговорочно. С кучинского полигона мы отходы не принимаем. И так оно и есть на самом деле. По итогам встречи было решено, что жители в ближайшее время проведут общественный контроль деятельности полигона по приему отходов. Кроме этого, предприятию было рекомендовано поставить отпугиватели от птиц и грызунов. От экскурсии по свалке инициативная группа отказалась. В интернете есть все в доступе. Год назад буквально здесь уже людей возили и наверх, и в ангары их водили, и все показывали. Что нам нового покажут? Но вы лично ничего этого не видели? Нет. Вы первый раз сейчас? Да, да, да. На этот полигон свозятся бытовые отходы 3-го, 4-го и 5-го классов опасности. То есть умеренно опасные, малоопасные, практически не опасные. Но местным жителям от этого не легче. И вот этот едкий такой какой-то запах смешанный, как гнилостный с химикатами. У меня началась аллергия. Я начал чихать периодически, просто спонтанно. То есть я думал, может быть, на пыльцу на какой-то. Но вот я когда нахожусь на территории Москвы, там, конечно, экология не лучше, но там нету полигонов. У меня это все проходит внезапно. Местная власть в помощи жителям не отказывает. Хотя ее представители понимают, проблем, как и мусора на Торбеевском полигоне накопилось достаточно. Решение наиболее оптимальное – это применение новейших технологий, которые в мире используются по утилизации, переработке и отходов. Это из того объема, который здесь уже размещен, необходимо, конечно, применить технологии по отбору свалочного газа. Если это поставить все на хорошую технологическую основу, то мы можем избавить и себя, и все окружение от вот этих миазмов, которые распространяются. Представители администрации пообещали, что полигон закроют к 2020 году. А пока местным жителям остается только неглубоко дышать и верить в лучшее. Мария Лапочева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. К другим новостям. Первый общеобластной выпускной в парке «Патриот» посетили 844 люберчанина, включая выпускников, их учителей и родителей. Всего же на праздники побывали свыше 28 тысяч человек. Ребят поздравили первые лица России и Подмосковья. Для них выступили популярные исполнители. Как это было, смотрите далее. Вспышки, фотокамеры и красная ковровая дорожка. В этот вечер они настоящие звезды и главные герои. Более 20 тысяч выпускников со всего Подмосковья. Впервые грандиозный праздник, один на всех бывших школьников, их родителей, для педагогов тоже особенный день. Для меня лично выпускной это всегда трогательно, волнительно, но вот то, что сейчас здесь будет происходить, это впервые. Мы очень ждем каких-то новых впечатлений. В начале вечера выпускников Подмосковья поздравили первые лица. Речь президента транслировали на большом экране. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал. И наша страна, наша Родина, Россия надеются на вас, нуждаются в вашей энергии, в ваших талантах. Напутственные слова выпускникам сказал и Андрей Воробьев. Он открыл главный выпускной Подмосковья. Лучшим из лучших, отличникам вручил значки, которые изготовили специально к празднику. Мы очень хотим, чтобы каждый из вас реализовал все те мечты, которые наметил в этой жизни. Как известно, это лучше всего получается у тех, кто настойчив и целеустремлен. Мы очень рассчитываем, что присутствующие здесь выпускники прославят свои семьи, свои города, прославят нашу страну. То, о чем сегодня сказал президент. Я хочу пожелать всем вам сил, побед, ярких, добрых дел. Только вперед! Под какую музыку начнется взрослая жизнь, герои дня решали сами. По итогам опросов, которые прошли во всех школах, и составлен плейлист. Миша, Марвин, ЕВМ, МОД, Егор Крит, кумиры молодежи. И сами вспоминали свой выпускной вечер. Я помню, что я очень долго к нему готовилась. Была самая нарядная. Мы танцевали до утра и гуляли вообще до победного. Сейчас вспоминаю. Так что я думаю и желаю ребятам сегодня тоже получить удовольствие от концерта. И чтобы они с хорошим настроением гуляли до конца. Праздник, с которого начинается будущее, еще и самый трогательный. Изданы все экзамены. Школа откончена, и они уже взрослые. Но в последний день вместе с одноклассниками вспоминали школьные годы. Немного грусти и в то же время радость. То, что я как бы покидаю школу. В то же время не увижу там одноклассников своих долгое время. Но и в то же время взрослая жизнь. Кульминация вечера. Лазерное шоу над патриотом. Ввысь взмыл космонавт. Во время фейерверка выпускники загадывали желания. И провожали день, с которого начинается новая жизнь. И на нее у них много планов. Ольга Гавриш, Евгений Левковец. Новости 360. В Люберецком дворце культуры состоялась торжественная церемония награждения вчерашних школьников медалями за особые успехи в учении. Наград были удостоены 160 выпускников школ, гимназии, лицеев городского округа Люберце. Они шли к этому долгих 11 лет. И вот заветная медаль и аттестат с отличием у них в руках. Столь важный и знаменательный день люберецкие выпускники пришли вместе с родителями и учителями. Для них это не менее радостный праздник. Ведь таких высоких результатов в учебе ребятам удалось достичь благодаря поддержке старших наставников. Хочу поблагодарить всех своих учителей, директоров, классных руководителей, конечно, родителей. Потому что они меня такое вырастили и воспитали такое. Родители что дома постоянно помогали и учителей в школе. Что они нас терпели и заставляли, а также вложили в нас много чего хорошего, за что им огромное спасибо. Гордое звание медалист в этом году носит 160 влюберецких выпускников. Семь школьников показали наивысшие результаты по сдаче ЕГЭ. Набрали 100 баллов. Умников и умниц городского округа поздравил Владимир Ужицкий. Я думаю, что после окончания вузов вы сумеете найти себя в жизни, в том числе на нашей Люберевской земле. Вы об этом помните. Лидерами по количеству отличников стала гимназия номер один. Золотой фонд учебного заведения пополнился 15 новыми именами. У нас каждый год медалистов. В этом году их получилось больше. Это победители региональных олимпиад. Я желаю всем всегда, всю жизнь учиться. Учиться и всегда знать, что знаешь, что мало. Надо знать больше, а для этого надо учиться. Сдача ЕГЭ позади. Красный аттестат в руках. Но впереди уже бывших школьников еще одно серьезное испытание. Поступление в вуз. Пожелания и планы на будущее у медалистов самые разнообразные. Я очень хочу поступить в высшую школу экономики. Я технарь по специальности и больше рассматриваю строительство мостов и тоннелей. Планирую поступать в юридическую академию именно Кутафина. Луизия Егязарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Форум «Я гражданин Подмосковья» стартует в Егорьевском районе. На мероприятии соберутся самые креативные, творческие и целеустремленные жители Московской области. Люберецкая молодежь тоже участвует в форуме. Накануне с активистами встретился глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий. С 3 по 23 июля 300 молодых люберчан будут представлять наш округ на ежегодном форуме «Я гражданин Подмосковья». Лидерство, экология, творчество и бизнес – это лишь некоторые темы, заявленные в насыщенной программе. Планируется слет в роли тематической игры. То есть, как впервые это нигде не применялось, ни на каких-нибудь федеральных, насколько я знаю, слетах. И будет опробировано на наши подмосковные земли. О том, как в его студенческие годы проводили летние месяцы, о турпоходах и о добровольной работе в стройотрядах, нынешней молодежи рассказал Владимир Ружицкий во время неформальной беседы. Группа человек 25-40, выезжали и работали. Это, как правило, там не менее месяца 30 дней, а мы работали 45-50 дней в каникулы. Сессию до срочи создавали, выезжали, зарабатывали. И, понятно, там круглые сутки. Там тоже сухой закон. Вести здоровый и активный образ жизни, не упускать ни одной возможности развиваться и интересно проводить время, посоветовал глава округа. Ребята, кажется, понимали, о чем это он. Меня очень заинтересовал этот форум. И я надеюсь, что у меня будет возможность его посетить, найти больше друзей, знакомых, просто как бы пообщаться с людьми. Принять участие в таком событии может каждый гражданин Подмосковья в возрасте от 18 до 30 лет. Заявки все еще принимаются. Звоните по телефону 8-495-554-22-77. Главную тему, которой будет посвящен молодежный форум, организаторы оставляют в секрете. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. В Томилинском парке сказок появились новые обитатели. На этот раз это не вымышленные персонажи, а легендарные космические первопроходцы. Белка и Стрелка, отлиты из бронзы. Почему памятник установили именно в Томилине, узнавала наша съемочная группа. Любимцы современных детей Маша и Медведь, герои сказки о царе Салтане и многочисленные тематические поляны. Меньше чем за год Томилинский парк сказок из простого леса превратился в настоящее достояние поселка. Этим летом благоустройство зеленого оазиса нашло свое продолжение. На новой поляне космических первопроходцев поселились знаменитые собаки Белка и Стрелка. Сотворил шедевр современного искусства скульптор Александр Рожников. За основу автор композиции взял не реалистичный, а мультипликационный образ героев. Ведь парк в Томилине сказочный. Оригинальный, отлитый из бронзы, весом в почти тонну памятник продуман до мелочей. Составляет с собой некую сферу, то есть внизу этой сферы непосредственно дачный поселок Томилина. И вот как бы из этого поселка вылетает некий шлейф, который завершается Белкой и Стрелкой, которые уже летят над тем поселком, где и в принципе выросли. Но летят они не просто так, а летят они вслед за первым советским спутником, который был запущен в 1957 году. Скульптура в Томилине появилась не зря. Ведь именно здесь, на НПП «Звезда», этим знаменитым собакам сделали те самые маленькие скафандры, в которых они первыми покорили космос. То, что касается именно скафандров для Белки и Стрелки, это 100% отсюда, из Томилина, из Люберец, потому что единственное предприятие, предприятие «Звезда», которое занимается изготовлением скафандров, всевозможных снаряжений для выживания человека в экстремальных условиях, в том числе и в космосе, это только «Звезда». В народе бытует легенда, что и сами Белка и Стрелка были тамилинскими питомцами. Но правда ли это? Об этом история умалчивает. Торжественное открытие также посетили космонавт, герой России Александр Лазуткин и Игорь Дворников, заместитель руководителя администрации, который в прошлом году дал жизнь парку сказок в Томилине. Действительно, она нам, в общем-то, не безразлична, она для нас родная, потому что Белка и Стрелка – это и мультяшные персонажи, как сказал Владимир Петрович, но они еще и персонажи, которые непосредственно связаны с поселком Томилина. Знаковое произведение искусства, памятник Белке и Стрелке уже стал центром притяжения жителей, ведь он уникальный и сделан так, чтобы с ним было удобно сфотографироваться. Свободное пространство внутри скульптуры оставлено специально для этого. Это что-то необыкновенное. Это украшение парка. Это фантастика. Сделано, конечно, прекрасно. Столько труда вложено. Это действительно сказка. Памятник легендарным собакам-космонавтам стал основой поляны космических первопроходцев. Уже в ближайшее время жители здесь смогут увидеть имитацию звездного неба. Световую иллюминацию установят прямо над Белкой и Стрелкой. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Фестиваль «Готов к труду и обороне» прошел в рамках Международного олимпийского дня в Люберцах. На стадионе «Торпедо» почти 200 участников выполнили нормы ГТО. А те, кто их сдал ранее, получили заслуженные знаки отличия. Люберцы – это спортивный город. Мы – территория спорта. Дорогие друзья, желаю всем сдать нормы ГТО. Кому золотой, кому серебряный, кому бронзовый значок. Но самое главное – это дух и спортивная уверенность в своих силах. А уверенных и спортивных в городском округе Люберцы много. В Международный олимпийский день на стадионе «Торпедо» только ленивый не приобщился к активному образу жизни. Участники праздника выполняли нормативы ГТО. Это движение набирает обороты во всей стране, также обороты набирает в нашем городском округе. Сегодня количество зарегистрированных на сайте федеральном ГТО.ру более 35 тысяч человек наших люберчан. И мы входим также в тройку по выполнению нормы ГТО в Московской области. Среди тех, кто на празднике выполнял нормативы, были как и совсем юные, так и взрослые люберчане. Елена Комлева и Стамилина всю жизнь под руку со спортом. В советском прошлом неоднократно была обладательницей золотых знаков отличия ГТО. Сегодня люберчанка по-прежнему сильна и спортивна. ГТО проверить свои физические возможности, посмотреть на людей, показать себя, подать пример молодежи, чтобы было, как говорится, от скромности не умру, чтобы было на кого равняться. Около 200 человек в этот день сдавали нормативы по подтягиваниям, прыжкам в длину, стрельбе, бегу и отжиманиям. А те, кто раньше все это сдал на знаки отличия с чувством выполненного долга, получили свои награды. Таких на этот раз было 150 человек. Среди них Андрей и Саша из 16-й гимназии. Теперь они оба обладатели почетного золота. Естественно, что каждый уважающий себя мальчик должен быть готов сдать хотя бы на золотой значок. Это не так сложно, чтобы хотя бы защитить свою девушку. Мне было несложно сдать нормативы на золотой знак отличий, потому что я сам занимаюсь спортом и призываю других. Яркой кульминацией олимпийского праздника в Лёберцах стало выступление чемпионов по ножевым боям. Для гостей мероприятия они провели мастер-класс и дали каждому почувствовать себя воином. Основная тематика – это развитие координации, выносливости, нестандартности мышления. То есть это прежде всего спорт, спортивный поединок. В завершении праздника свои награды также получили три школы городского округа, которые в прошлом сезоне приняли активное участие в проекте «Моя семья в ГТО». Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Меньше месяца остаётся до самого грандиозного авиашоу. «Макс» снова готовится удивлять гостей. Мероприятие пойдёт уже в привычном месте – подмосковном Жуковском – с 18 по 23 июля. С последнего проведения шоу в авиасалоне «Макс» прошло два года. Это событие стало одним из ярчайших эпизодов того лета. Оно собрало 404 тысячи участников и гостей. В этом году на «Максе-2017» людей ожидается не меньше. На самой крупной авиавыставке в России гости впервые увидят групповой пилотаж русских витязей на истребителях пятого поколения. Некоторые полётные программы будут выполнены совместно пилотажными группами «Русские витязи» и «Стрижи». Кроме этого, уникальную полётную программу подготовит пилотажная группа «Соколы России». Также гостей шоу ожидает традиционная яркая лётная программа. Помимо этого, на статической наземной стоянке посетители авиасалона увидят истребители, бомбардировщики, боевые и транспортные вертолёты. С 18 по 20 июля планируются дни официальных и бизнес-мероприятий. С 21 по 23 – дни массовых посещений. Стоимость билетов от 400 рублей до 2500. Мария Лапочева, телеканал ЛРТ. День открытых дверей прошёл в управляющих компаниях Подмосковья. Акцию организовала Государственная жилищная инспекция области. В Люберецком округе среди других организаций жителей гостеприимно принимал Люберецкий городской жилищный трест. Сегодня, в этот выходной, субботний день. Двери городского Люберецкого жилищного треста открыты в прямом и переносном смысле этого слова. Сотрудники учреждения трудятся с самого утра, принимают жителей и помогают им решать их проблемы. Галина Колина – деятельная пенсионерка. Дома не сидит, занимается общественной деятельностью, разводит цветы и следит за тем, чтобы двор её дома всегда выглядел ухоженно. Она за всегда той подобных мероприятий. Вот уже больше 10 лет женщина приходит в Люберецкий городской жилищный трест со своими проблемами. Вы знаете, я вам хочу сказать, приятно то, чтобы все просьбы, которыми обращаюсь к руководству, никогда не отказывают. Я пришла, знаете, с какой целью. Мне на осень нужно, чтобы убрали молодняка. Он же быстро вырастает, деревья, чтобы не их надо, а то цветы забивает. День открытых дверей – это реальная возможность для жителей напрямую и максимально эффективно решить наболевшие проблемы. Люди приходят в неформальной обстановке, задают свои вопросы, получают ответы. Когда есть общегородские мероприятия, они не могут всё там высказать по времени, по количеству людей. А здесь они в свободном доступе. Здесь все мои заместители, здесь начальники отдела, здесь представители горшин инспекции, представители администрации. Они задают то, что их интересует. Я считаю, это нормальный контакт, нормальное такое общение. Люберецкий городской жилищный трест проводит Дни открытых дверей вот уже три года. За это время количество плановых обращений в организацию снизилось. А вот число желающих поучаствовать в подобных мероприятиях, наоборот, увеличивается. У людей всегда будут и есть вопросы. Они хотят что-то обсудить, о чём-то поговорить, донести свои проблемы и решить их желательно побыстрее на местах. Всего День открытых дверей в ЛГЖТ в этот раз посетили 87 человек. Основными темами обсуждения стали благоустройство придомовых территорий, порядок проведения общих собраний собственников и ремонт подъездов. Мария Лапочева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Госадомтехнадзор продолжает борьбу с несанкционированными свалками и несвоевременным вывозом мусора. На этот раз рейд коснулся самой проблемной зоны Люберецкого округа – Малаховки. И, как оказалось, частный сектор посёлка совсем не соответствует санитарным требованиям. И прижившемуся среди местных жителей названию – «Жемчужина Подмосковья». Чистый воздух, живописная природа и никаких высоток. Каждый, кто однажды бывал в Малаховке, знает, как прекрасно это место. Однако в этой бочке мёда не обошлось без ложки дёгтя. Пакеты с отходами в частном секторе почти на каждом углу. Целые свалки с мусором в основном можно найти у выездов с проулков. То есть жители понимают, что мусор, если они оставят его в дворах, его никто не увидит. Значит, знают, что есть службы, которые будут заставлять ликвидировать данные навалы мусора. Но здесь ответственность, конечно, ложится на жителей. А всё потому, что жители частного сектора должны заключать договоры на вывоз мусора. Коллективные или личные, либо самостоятельно вывозить свои отходы на санкционированные свалки. Штраф за такое умышленное правонарушение от 4 до 5 тысяч рублей. А вот и ещё одна проблема Малаховки – ненадлежащее состояние контейнерных площадок. К сожалению, других вариантов здесь нет. Очень мало они были, но их, к сожалению, закрывают. И, как видите, за моей спиной как раз происходит то, что не хотелось бы видеть. Тем более, жители соседних участков, я думаю, очень недовольны этим. А довольны или недовольны жители такой живописной картиной – это, по всей видимости, мало волнует компанию, которая здесь ответственна за своевременный вывоз отходов. По словам сотрудников Госадомтехнадзора, «Экокомтранс» не раз штрафовали на крупные суммы. Однако пока это на них не повлияло. Мы здесь видим, что большое количество народов скидывает здесь мусор. Однако контейнеров мусорных не хватает. То есть контейнерная площадка не обеспечивает надлежащий сбор и загрузку мусором со всех прилегающих районов. Такая же ситуация и на других контейнерных площадках, которые находятся в обслуживании этой компании. А все потому, что по муниципальному договору они обязаны вывозить мусор лишь один раз в день. Но, как выяснилось из разговора с сотрудниками «Экокомтранс», они не справляются и с таким объемом работ. Эти проблемы встречаются в частном секторе Люберецкого округа почти повсеместно. А инспекторы Госадомтехнадзора, в свою очередь, продолжают борьбу с компаниями-нарушителями. По их словам, рано или поздно большие штрафы заставят их работать должным образом. Хочется отметить жителям, чтобы они также звонили и обращались, потому что переполнение мусором бункеров-накопителей, контейнеров и навалов мусорных на контейнерной площадке не допускается. Также можете обращаться, чтобы этот момент как бы ликвидировали и убирали. Поскольку все-таки территория местонакопления – это та же часть территории вашей. Помните, все зависит от нас самих. Поэтому, прежде чем выбрасывать мусор в неположенном месте, стоит понимать, что жить в таком соседстве никому неприятно. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. К другим новостям. Достигнуть пенсионного возраста и остаться без страховых выплат. К сожалению, с таким явлением все чаще сталкиваются россияне. В некоторых регионах страны и вовсе массово отказывают в назначении пенсии. Как узнать, заработали ли вы на старости, как отстоять свои права на получение страховых выплат, выяснял наш корреспондент. Отказ в назначении пенсии. Такой вердикт могут услышать люди, которым не хватило либо стажа, либо необходимых пенсионных баллов. И если раньше, чтобы уйти на заслуженный отдых и при этом получать деньги, требовалось иметь за плечами пять лет трудового стажа, то сейчас для этого необходимо отработать восемь лет. Что касается минимального количества пенсионных баллов, то оно также растет из года в год. На сегодняшний день индивидуальный пенсионный коэффициент составляет 11,4. При соблюдении этих параметров страховая пенсия вам обеспечена. Причиной отказа может также являться и неподтверждение стажа. Например, заявитель у нас работал, но по каким-то иным причинам. Он не может подтвердить свою трудовую деятельность, не может представить справку о работе, либо не может подтвердить трудовую книжку свою. У тех, кто получал серую зарплату, больше шансов остаться в старости без страховых выплат, так как достаточное количество пенсионных баллов можно накопить, отчисляя страховые взносы с белой заработной платы. Кстати, рассчитать индивидуальный пенсионный коэффициент можно самостоятельно. На официальном сайте организации есть специальный калькулятор. Кроме того, примерно за три месяца до назначения пенсии, граждане могут обратиться в отдел оценки пенсионных прав. Пенсии носят индивидуальный показатель. Соответственно, они все назначаются из индивидуальных параметров каждого гражданина. Из индивидуально выработанного стажа, заработной платы, из страховых отчислений, из белой заработной платы. А также, в случае, если это женщина назначает пенсию, то там могут быть еще уход за ребенком до полутора лет, что приносит тоже свои баллы. Если по какой-то причине поступает отказ в назначении страховых выплат по старости, любой гражданин имеет право спорить это решение в суде. А вот вопросы, связанные с размером пенсии, возможно разъяснить только в пенсионном фонде. Луизия Егия-Зарян, Дмитрий Родянко и Дмитрий Шарапов. Телеканал ЛРТ. Почти тысячи человек помогли студенты Российской таможенной академии. Они оказывали бесплатную юридическую помощь населению во время практики в юридической клинике, которая функционирует прямо в ВУЗе. За это студенты получили сертификаты. На церемонии вручения побывала наша съемочная группа. Вручение сертификатов клинического юридического образования процедура уже традиционная в Российской таможенной академии. За успешную практику оказания юридической помощи населению студентов благодарит сам ректор учебного заведения. Работа юридической клиники дает нам возможность быть более конкурентоспособными среди других высших учебных заведений. И соответственно наши выпускники, в частности юридического факультета, те, которые прошли через юридическую клинику, становятся гораздо более востребованными в нашей стране, в нашей службе, а некоторые даже и за рубежом. Успешность такого проекта, как юридическая клиника, функционирующая прямо в стенах учебного заведения, отмечают и сами студенты. Теорию мы получаем на занятиях, на лекциях и можем применить ее уже непосредственно при решении практических дел. Также важнейший элемент – это работа в команде. Мы учимся работать сообща, работать эффективно. Юридическая клиника открылась в таможенной академии 1 сентября 2011 года. За шесть лет было принято более тысячи человек. С начала 2017 года студенты проконсультировали 400. Качеством услуг и грамотностью молодых специалистов граждане остаются довольны. Наши студенты активное участие принимают ежегодно. Проводим мы конференцию, посвященную именно клиническому образованию. И активное участие принимаем в секции клинического образования в международном юридическом форуме, который проводится ежегодно на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Мы даем правовое заключение. То есть правовое заключение означает, что письменная консультация или еще по-другому называем меморандум, пошаговую инструкцию, как нужно поступить клиенту, куда идти, какой документ подать, какой госпошлину платить. Кроме консультаций в клинике студенты работают достаточно активно и на социальных объектах городского округа Люберцы. К примеру, в марте 2017-го они оказывали бесплатную юридическую помощь на избирательных участках во время выборов депутатов. Круглый стол через познание культур народов в культуре межнационального общения прошел в Коломне. В мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления, муниципальных общественных палат Московской области, руководители региональных и местных национальных общественных объединений, а также политики и ученые. Коломна – гостеприимный город с богатой историей. Как и на других подмосковных землях, издавна тут проживают люди разных национальностей и вероисповеданий. Поэтому проведение круглого стола на правительственном уровне, посвященного теме познания культур, стало актуальным событием. Открывала мероприятие женщина-космонавт, летчик-испытатель, депутат Государственной Думы Елена Серова. У нас всегда рядом жило очень много народностей, и жили мы всегда душа в душу. И кто скажет, что это не так, ну бросьте в меня камень. Великая Отечественная война, которую мы никогда не забудем, мы просто не имеем права морального ее забыть. Отцы и деды наши, они были из разных республик. Проводим первый круглый стол, посвященный выработке решений, направленных на укрепление общегражданской идентичности, на борьбу с ксенофобией и этническим экстремизмом. Эта тема находится в непосредственном внимании руководителей нашего государства. После вступительных слов живой диалог, обмен опытом и идеями по поводу того, как сплотить народы России, как рассказать детям о разных национальных культурах. Вот, например, в еврейской автономии придумали настольную игру по мотивам сказок и традиций народов России. А в Королевской школе создали этнотеатр и проводят внеклассные занятия. И работа эта ведется уже с 2008 года, когда был создан на базе школы клуб интернациональной дружбы «Радуга». Люберецкий округ за круглым столом представила председатель комиссии по межнациональным отношениям Общественной палаты Люберецкого района и генеральный директор телеканала ЛРТ Екатерина Дегтярева. СМИ играет огромную роль на развитии межнациональных отношений. И я, как руководитель телеканала ЛРТ городского округа Люберцы, очень хорошо на собственном опыте это знаю. Наш телеканал уже на протяжении трех лет выбрал такое направление, успешно освещать в средствах массовой информации межнациональные отношения. Прошу поставить фильм «Успешные практики». Творческий коллектив Люберецкого районного телевидения в рамках телевизионного проекта «Мы – россияне» создает социальные видеоролики, в съемках которых принимают участие люди разных национальностей и возрастов. Я – россиянин. Я – гражданин Подмосковья. В администрации Коломенского района отметили высокий уровень организации мероприятия, удачный подбор участников и актуальные выступления. Директор школы, который максимально понимает состояние в своей школе, максимально в 18-й концессии у него находится на территории его образовательного учреждения. Насколько подошла конструктивно другая докладчивость по поводу организации игры, которая будет интересна. У нас сейчас очень большой интерес по играм настольным. Ну и ваше телевидение, это презентация, она в принципе произвела фурор. В следующий раз Коломна примет гостей из национальных объединений и общественных организаций на праздники Сабантуй 9 июля. Готовится большая программа с участием артистов из Москвы и Московской области. Ждут делегацию из Татарстана. Она снялась в более чем 50 фильмах, среди которых картины «Кука» и «Метро», сериалы «Интерны» и «Чернобыль. Зона отчуждения». Сотрудничала с театрами «Бригантина» и «На Полтавской» и участвовала в КВН. Творческая встреча с актрисой Татьяной Плетнёвой прошла в Люберецкой Есенинской библиотеке. Яркая, колоритная, знойная женщина, мечта поэта. Татьяна Плетнёва – актриса, на счету которой множество больших и маленьких ролей в полнометражных и короткометражных фильмах и сериалах. Об этих эксклюзивных съёмках в клипе «Певца Эмина» артистка вспоминает с ностальгией. Ведь сам Трамп оценил широту русской души нашей Тани. На память у Плетнёва осталась фотография в обнимку с будущим президентом Америки. И вот, кстати, тот скандал, что якобы с русскими моделями Трамп зажигал в Москве, это как раз на вот этом клипе. Таня признаётся, что всенародную любовь ей принёс интернет. После вирусного ролика для рекламы напитков весёлую продавщицу узнал весь мир. На Украине артистка за эту роль завоевала высшую награду для киноактера. Учительница, продавщица, боевая подруга, ревнивая жена, официантка – всех ролей Плетнёвы не перечислить. Но на достигнутом актрисы не собираются останавливаться. О предстоящем фильме артистка рассказала нам в интервью. Там такая новогодняя история о семье, которая вдруг обнаруживает, что у них появился новый ребёнок. И они пытаются разобраться, кто он и что он. И в итоге они его усыновляют. Ну, такая история, сказочная, будем говорить. Она нацелена на то, чтобы помочь детям. То есть там есть благотворительная организация, которая по возможности просит помочь детям, которые усыновляют семьи. Посмеяться над собой сможет не каждый. Самоирония – признак высокого интеллекта. Нам остаётся только пожелать удачи и творческих успехов Тани Плетнёвой. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. День молодёжи отметили 27 июня. Именно они, нынешние школьники, студенты, молодые инженеры и учёные, в будущем определят пути развития нашей страны. Съёмочная группа ЛРТ вышла на улицы города, чтобы узнать, что люберчане знают об этом празднике и что хотят пожелать молодому поколению. Потерянное поколение или наше будущее? Без царя в голове или надежда России? Отношение к молодёжи во все времена было неоднозначным. А какой её видят люберчане? Давайте спросим у них. Хорошая, отличная, умная, развитая. Более-менее нормально, пытаясь всё-таки быть более образованной. По моему мнению, очень даже хорошая молодёжь, современная, увлекается много чем. Вообще, зависит всё от компании, с которой ты общаешься. Везде по-разному. Сегодняшняя молодёжь очень перспективная, очень умная, весёлая и самодостаточная. Весёлая, активная очень. Участвует во всех мероприятиях города. Хорошей молодёжи больше. Стали более умные, наверное, более образованные, более раскованные по сравнению с советским временем, да? Позитивно. А ещё? Ну, не знаю, большинство уже энергично. Тут лето начинает всё, начинают вот на велосипедах гонять. А чем должна заниматься молодёжь, вот чтобы не терять времени даром? Ну, большинство современной молодёжи подрабатывает. Ну, а я думаю, просто заниматься спортом. Большей степени, конечно, гуляет. Это тоже хорошо, потому что зачем дома сидеть за компьютерами? Росла всё-таки в 90-х. Мне кажется, сегодняшняя молодёжь лучше. А вот МЧСники какие они сейчас, молодые? Доблестные, лучшие, как бы, самая 27-я пожарная часть, да, тоже вот лучшая. Спасибо. Илья, а что вас подвигло заниматься этим? Вы молодые, пошли рисковать своей жизнью. Спасать людей. Это главное. Пожелайте, пожалуйста, сегодняшней молодёжи что-то. Ну, я бы хотела пожелать, чтобы они радовались жизни, уважали друг друга, чтобы много друзей у них было и побольше любви у молодёжи. Выпускникам, чтобы они поступили в институты. Слушать больше старших. Честно, это они всегда правду говорят. Чтобы у них всё получилось, то, что, наверное, они о чём мечтают. Вообще счастья в жизни. Ну, чтобы они держали Россию впереди, чтобы они любили нашу родину, нашу страну и были, как бы, такие патриотические, я думаю. Держать правильный путь. Меньше пить этим летом и заниматься спортом. Чтобы всё в жизни было прекрасно. Ну, а мы, в свою очередь, присоединяемся ко всем пожеланиям и призываем молодое поколение держать марку. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, специально для рубрики «Свободный микрофон». И в завершении выпуска. Летом многие россияне предпочитают путешествовать на своей машине. И зачастую на длительное расстояние. Чтобы поездка не преподнесла неприятный сюрприз, автомобиль лучше подготовить заранее. А сделать это со скидкой можно в Стеллсервис. Стеллсервис производит шиномонтажные и кузовные работы для любых автомобильных марок. Особенно важно отметить, что эта компания – сертифицированный автотехцентр. И имеет право делать отметки о прохождении ремонта в сервисной книжке. При этом автомобиль остается на гарантии у дилера. Безусловное преимущество Стеллсервис – это регулярные бонусные программы. Как раз сейчас здесь запустили акцию. При комплексном техническом обслуживании клиент получает скидку 10% на запчасти и мойку в подарок. На наш ремонт желательно заранее записывать. Хотя очень часто бывает, что кто-то из клиентов не приехал. И мы готовы оперативно принять клиента просто без записи. Надежда Подольская попала в ДТП. Сама не пострадала, зато машину пришлось срочно ремонтировать. Обратилась в автотехцентр Стеллсервис на Октябрьском проспекте. Результатом полностью осталась довольна. У меня была авария и была проблема с бампером. И дверь мне помяли. Ну вот я сейчас смотрю, вроде и незаметно как новенькая. Я звонила в другие сервисы. Мне там говорили, чуть ли сам бампер заменять и так далее. Ну это, естественно, дороже новый бампер покупать. А тут мне сделали. И довольно дешево, да, мне понравилось. Девушка приезжает сюда уже третий год. Все работы со своей машиной доверяет только автотехцентру Стеллсервис. Это надежный помощник автолюбителя. Предлагает широкий спектр услуг по техническому обслуживанию машины, жестяные и малярные работы, а также ремонт рулевых реек, исход, развал. Мы очень хорошо знаем именно те марки, которыми занимаемся. Это конкретно Opel, Hyundai, Chevrolet и Kia. Для этих автомобилей у нас есть все запчасти в наличии. И, соответственно, все программное обеспечение мы также можем ремонтировать для этих машин. Сотрудники Стеллсервис, первоклассные специалисты, которые регулярно проходят повышение квалификации. Каждый работник автотехцентра обладает глубокими профессиональными знаниями и огромным опытом. Для клиента здесь созданы комфортные условия. Две комнаты отдыха, высокий уровень сервиса и индивидуальный подход. Мы вообще ждем всех клиентов не только на ремонт, но и просто познакомиться и выпить чашечку кофе. Всем желаем ровных дорог и хорошего настроения за рулем. Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно, следующее узнаем совсем скоро. Но я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках нашего телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. Я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Все вам доброго и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok